Несколько десятков жителей поселка. Интерфакс передает, что людей поставили к стенке и потребовали выдать известных им ополченцев. Народный мэр славянский Вячеслав Пономарев заявляет, что нацгвардии не удалось занять Красный Лиман, хотя силовики разгромили ближайший к этому населенному пункту блокпост. Сообщается, что в распоряжении украинской армии до 100 единиц бронетехники. Танки, самоходные минометы, тюльпан, гаубицы, гвозди, кореактивные системы залпового огня, град. К словам очевидцев, в разных частях Славянска слышны автоматные и пулеметные очереди. И вот в эти минуты как раз к нам дозвонилась жительница поселка Семеновка. Его сейчас бомбит ВВС Украины. Давайте послушаем, что она говорит о ситуации в Семеновке. Украинская армия обстреляла живой поселок. Попала в дом к старикам, улица Пирогова. Попала на улицу Нарская в двухэтажный дом. Очень большой ущерб нанесли люди. Нанесли окна на Ростовской, на Нарской. Очень большие потери люди понесли. Наш спецкор Павел Обухов сейчас находится как раз в эпицентре событий, недалеко от Семеновки. Кстати, туда не пускают журналистов. Ему удалось пробраться максимально близко. И вот что он сообщает о том, что происходит. Десантный вертолет Насгвардии Ми-8 пролетает над районом Черевковка. В него летит снаряд бойцов сопротивления. Через несколько секунд все покрывает густой дым. Сегодня ополченцы обороняют город со всех сторон. Мы находимся на блокпосту, который называется «Карандаши». Буквально в нескольких километрах от нас. Вот справа находится поселок Семеновка, где сегодня шел бой. Он идет и до сих пор. Нам только что удалось пообщаться с одним из участников этих событий. После артподготовки, массивной артподготовки, пошли танки и БТР. В мост перешли, на мосту подбили три БТРа. Один танк. К сожалению, оттащили и танк, и БТР. Он сейчас стоит на мосту, его добивают. За мостом, вернее, добивают. Примерно 25 человек из правосеков сбили пулеметом. Подбили с СВТ, что он низко очень летел. Подбили Ми-24, вертолет боевой. Сбили или он улетел, ну, с дымом улетел, возможно. Потому что за деревьями низко, вдоль реки полетел корец. Вот такие вот ситуации. У нас потери 7 человек, это точно было. Позывной этого командира прапор. По его словам, погибли 7 ополченцев. Количество пострадавших пока не уточняется. В Ленинскую больницу были доставлены 8 человек. Павел Обухов, Виктор Волков, РЕН-ТВ, Славянск. И о Краматорске бои там шли всю ночь. Со слов свидетелей известно, что город сотрясали взрывы. И гулка на надо, особенно ожесточенным, было противостояние в районе местного аэропорта. Перестрелка велась в районе села Ясногорка. Там погибли 3 человека. Силовики сообщают об уничтожении лагеря ополченцев под север Донецком, который находится на окраине самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Сами ополченцы эту информацию опровергли. А в селе Воеводовка, недалеко от города, силовики обстреляли блокпосты. Однако жертв удалось избежать. Всего же на всем Юго-Востоке за время противостояния погиб 181 человек, включая 59 военных. Такие данные сегодня озвучил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий. По его словам, ранены всего 293 человека. В то же время ополченцы называют совсем другие цифры. По их словам, погибших в несколько раз больше. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на РЕН-ТВ. Продолжение следует...